МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Ирбис. Все самое важное к этому часу в материалах наших корреспондентов. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Воздержаться от дальних поездок призывают жители региона, а в городе обеспечить доступ к снегоуборочной технике. За деньги обещал смягчить статью. 6 миллионов тенге должен выплатить экс-сотрудник службы пробации. Заварили мусоропровод, как престарелые жители Павлодарской высотки вынуждены избавляться от отходов. Вот открываю корточку вот так вот и выкидываю. Выкидываю, не знаю, куда там полетело, на голову или на газон. Баянист из Павлодара Мадиба Тагузов завоевал гран-при республиканского конкурса. Вирус иммунодефицита человека. Бояться не нужно. Нужно знать. Заразиться ВИЧ можно при половом контакте, через кровь. От ВИЧ-инфицированной матери к ребенку. Люди часто боятся заразиться ВИЧ при обычном бытовом контакте. Нужно знать. ВИЧ не передается. При рукопожатии, объятиях и поцелуях, через пот или слезы, при кашле и чихании, через посуду и столовые приборы, в бассейне, душе, сауне, туалете, через животных и при укусах насекомых. Так что ВИЧ не передается через дружбу. Выбирайте безопасное поведение. Исполни мечту. Выиграй авто. Купи 6 билетов за 1800 тенге в лото 6 из 49 и получи шанс выиграть новую Камри 75. Билеты в точках продаж или онлайн. Розыгрыш 27 ноября в 2055 на сайте ssoldas.kz. Когда я работала на телевидении, это первый человек, это был мой папа, который оценил эту работу. Он так гордился. Для него неважно было уже, там я пою, не пою. Бывает, когда пришла с работы, я думаю, дай, мамочка, я тебе спою. Когда я вижу маму, папу рядом, и для меня это волнительные моменты, я прям вот просто с умилением на это все смотрю. Рестранная певица. Поем, 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 поем. Ты мне не поверишь. И оказывается, 27 лет пропела в кабаках. Белым снегом Ночь метельная Ту стежку Замела Так, постой, с вами Нурка. Все было хорошо. Вот тут-то вот... Нурка, да? Да. Хорошая. Проект «Откровение» и я. В эту субботу на телеканале Ербис. Ну, попиваешь, бывает. Ну, знаешь, если я скажу нет, то, наверное, просто люди удивятся. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Коллапс на дорогах произошел сегодня в Павлодаре из-за снегопада. С перебоями ездит общественный транспорт. Ходить пешком жителям тоже стало сложно. Мнение людей об уборке улиц услышал наш корреспондент. Накануне в Павлодаре прошел обильный снегопад, а сегодня жители увидели плоды трудов коммунальных служб, которые, кстати, перешли на круглосуточный режим работы по расчистке улиц. Нет, ребят, не чистится, потому что снега падает очень много, и вот его смысл убирать. Его убираешь, он тут же всыпется. Но погода шикарная. Для этого снега, для такого быстрого, если снегопад, то, по-моему, нормально. Ха! День только начался. Ну, есть отдельное поползновение места в службу, но не сильно счется. Тем не менее, по словам чиновников, подрядчики работают усиленно. Сегодня утром увеличили количество спецтехники. С шести часов утра на улицах города работает более семидесяти единиц техники по уборке и вывозу снега. Это 24 погрузчика и 50 грузовых машин. Между тем, стражи порядка предостерегают водителей. Говорят, из-за непогоды увеличилось количество ДТП. К счастью, только с материальным ущербом жертвы пока удовольствием не допустят. Наблюдается сейчас значительное снижение транспорта. Все-таки многие, наверное, делали правильный выбор и поставили транспорт средства, чтобы не мешать потоку. И так наблюдают в часопик большие заторы и явления. Хотелось бы обратиться ко всем участникам движения, ко всем автолюбителям, в частности, по возможности максимально ограничиться загородной поездкой. Полицейские также просят автолюбителей не мешать спецмашинам коммунальных служб и не оставлять транспорт вдоль дорог. Ильяс Рамазанов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». По Владаре выбрано место и скоро начнутся работы по возведению фермерского рынка. Благодаря этой ярмарке руководство региона планирует обеспечить продовольственную безопасность в области. Все тонкости проекта, а также его стоимость в нашем экономическом блоке. Именно здесь, недалеко от автоциона, планируют разместить павильоны. Всего более 60 торговых точек. Склад для хранения продукции – стаб фонда. Обещают сделать удобные парковочные места, ветеринарную лабораторию и автовесы. Строительство проекта займет ровно 10 месяцев. Рынок будет работать не как социальная ярмарка, а принцип работы будет такой же, как и у рынков, которые осуществляют работу в Владаре. Сейчас порядка 7 рынков у нас. Это Затон, Экобазар, Центральный рынок и другие. То есть рынок будет работать каждый день, и один или два выходных будет. Рабочих мест будет больше 200 по нашим подсчетам. Общая стоимость строительно-монтажных работ – 684 миллиона. На пересечении улиц Космонавтов и Торговой уже в следующем году начнется бойкая торговля. На рынок возлагают большие надежды. Участок займет порядка одного гектара. Покупателям обещают качественную продукцию без наценок от перекупщиков. Говорят, и с общественным транспортом проблем не будет. Артем Буланов, Аида Адрахова, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Партийцы хотят перемен. Говорят, будут бороться за экологию Павлодарской области. Дышать чистым воздухом должен каждый житель региона. Для решения этого вопроса собрались все вместе и провели жаркие дебаты. Мы знаем, что Павлодарский регион является промышленным регионом. И в этой связи в рамках предвыборной программы партии «Ирбис». Есть ряд мероприятий, которые необходимо реализовывать. В этой связи сегодня мы рассматриваем два вопроса. Это вопрос о снижении негативного воздействия предприятий, то есть снижение выбросов промышленных предприятий. По итогам своих дебатов пришли к четкому плану. Хотят уменьшить объемы выбросов загрязняющих веществ до 680 тысяч тонн. Уверены, у них это получится. Экс-сотрудника службы пробации приговорили к штрафу 6 миллионов тенге. 30-летнего парня обвинили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. В суде доказали, что он обманом получил деньги от мамы одного из подозреваемых в грабеже. За 200 тысяч обещал смягчить статью Уголовного кодекса. Осужденный на условный срок Павлодарец вновь оказался под стражей в декабре 2020 года. В итоге попал в колонию и вменяли тяжкую статью. К нему наведался старший инспектор службы пробации. Подозреваемый попросил его посодействовать в смягчении квалификации. Тут-то у 30-летнего сотрудника и возник, как говорят, преступный умысел. Он встретился с мамой задержанного, взял с нее 200 тысяч тенге, якобы для передачи взятки следователю. Когда проблема не решилась, женщина обратилась в антикоррупционную службу. Он признан виновным за подстрекательство к даче взятки должностному лицу и мошенничество с использованием своего служебного положения. И назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, то есть 6 миллионов тенге. Задержали сотрудника, к слову, уже после того, как он вернул 200 тысяч тенге. Мать подозреваемого сама потребовала деньги назад, поскольку сыну статью не смягчили. На тот момент борцы с коррупцией уже ввели следствие в отношении работника Дуиз. По приговору суда ему также пожизненно запрещено работать на госслужбе. Вердикт не вступил в законную силу. Артем Клева, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Сразу после выхода сюжета телекомпании «Ирбис» о теплых остановках, где мы обращали внимание на проблему, к нам в редакцию прислали десятки видео и начали отмечать подписчики в социальных сетях. Все поддержали мысль автора репортажа. Почему остановка есть, но людей в ней нет? Кто закрывает павильоны на замок? Самые обсуждаемые и горячие публикации дня смотрите в нашем обзоре. Спонсор новостей из соцсетей – мебельная фирма «Моника». Сделайте свой интерьер стильным. Дополнение к вашему репортажу о теплых остановках. Время 7.20. Квазар. Остановка закрыта, и открывать ее никто не открывается. Вороз, ветер, все люди будут стоять на улице. Мужчина на странице телекомпании «Ирбис» просит городские власти открыть остановочные павильоны, ведь на улице минусовая температура. В комментариях его поддержали другие подписчики. А пост всего за несколько часов набрал почти 8 тысяч просмотров. А они для красоты, а не для людей. Зачем теплые остановки, если они закрыты? Правильно делает, что возмущается? Походу для отсчета. А эта публикация стала популярной среди автолюбителей. Они возмущены плохим состоянием платной трассы из Павлодара в столицу. Снег, судя по видео, не чистят. Вот самый популярный комментарий. А кто вам сказал, что дороги с 23 числа вдруг станут чистыми, и техника откуда-то появится? Писали, что будут платными, и все. Люди стали явно забывать о мерах осторожности. В частности, о ношении масок в общественных местах. Селькомпания «Ирбис» на своей странице в Инстаграм решила напомнить. Принимайте и вы участие в этом опросе. Надеваю только там, где требуют. Если бы все соблюдали, все мы бы уже забыли про эту пандемию. Спонсор новостей из соцсетей – мебельная фирма «Моника». Сделайте свой интерьер стильным. «Моника» – мебель вашего стиля. Современные дизайнерские идеи. «Моника» – авторская мебель любой сложности для вашего дома, кафе, клуба, ресторана или офиса. Каждая модель неповторима. В ней сочетаются красота, утонченность, надежность и доступность для покупателей. Мебельная фабрика «Моника» изготавливает мебель по индивидуальным заказам. «Моника» – подарит комфорт и уют вашему дому. Сделайте свой интерьер стильным вместе с мебельной фабрикой «Моника». За срыв сроков по восстановлению разрытых территорий в этом году частников оштрафовали на сумму около 9 миллионов тенге. В жилищной инспекции сообщили, на сегодня более 50 участков до сих пор остаются незасыпанными. Подробности смотрите в следующем сюжете. В этом году отдел жилой инспекции выдал 1122 разрешения на земляные работы. Однако не все они были восстановлены. Так, например, к началу отопительного сезона оставалось 160 участков. Частным компаниям дали срок до 15 ноября. В итоге 122 разрытия засыпали, остальные так и не успели из-за непогоды. На сегодняшний день в связи с возникновением новых повреждений на инженерных сетях, требующих вскрытие асфальтобетонного покрытия, общее количество невосстановленных участков составляет 51 единица. 39 из них – ТО «Полодарские тепловые сети» и 12 участков введения ТО «Полодар-Водоканал». Согласно требованиям местных исполнительных органов, коммунальными службами взяты на себя обязательства по содержанию вышеуказанных участков путем подсыпки в зимний и паводковый период. За это монополистов привлекли к ответственности на общую сумму 9 млн 256 тысяч тенге. Помимо этого, за незаконные разрытия 34 физических и юридических лица получили предупреждение. Илья Срамазанов, Александр Колесников, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Подвал дома по улице Камзина 92 заливает нечистотами. Кругом вода, грязь и отвратительный запах. По словам жильцов, на жалобы никто не реагирует. А еще зрители попросили установить знак пешеходного перехода на Кинжикольской трассе, где именно увидите в очередной подборке мобильного приложения. Спонсор мобильного приложения – салон-магазин немецкой обуви «ДЕ» приглашает на новое поступление «Осень-зима». «ДЕ» – качество во всем. Так, сейчас попробуем перейти дорогу. Это у нас трасса Кинжиколь. Судоводство «Яблонька». Где живут люди. Так, вот у нас тут будет зебра. И вдали у нас столб без знака пешехода. Машины едут, не пропускают. Я стою с ребенком. Попробуем пройти. Проехал КамАЗ. Зебра есть, машины не пропускают. Знака нету. Вот так вот. Мы и живем. Вот на этом перекрестке всегда авария бывает. Вот Абая, Омонгильды, пожалуйста, установите, лежачий полицейский. Город Аксу. От магазина «Улыбки» до Цона вся трасса в кипятке. Там вон весь колодец парит. Вот открытая ловушка с кипятком. И там дальше колодец. Все льется. Оплачиваем мы. Вот получается Камзина, 92, 6-й подъезд. Подвал топит нам. КСК не реагирует. Уже больше месяца. Вот получается, здесь все плавает. Трубы заржавели. Бежит вода. Прошу принять меры Акимат. СПОНСОР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ СТИЛЬНАЯ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ УБУВЬ От ведущих мировых брендов. Марка Тотс, Каприз, Рикер, Яна, Баден, Ральф Рингер и многие другие. С таким богатым выбором вы легко подберете обувь для любого случая. Если вы не знаете, что вам нужно, приходите. У нас это есть. ДЕ. КАЧЕСТВО ВОВСЁМ. Улица Лермонтова, 106. Замуровали. Жильцы высотки по проспекту Назарбаева жалуются на законсервированный мусоропровод. Особенно страдают пожилые люди и инвалиды, чьи квартиры находятся на последних этажах. Но это далеко не все. О конфликтной ситуации расскажет Артем Буланов. Консервировать мусоропроводы в Павлодаре начали еще несколько лет назад. Вот недавно добрались и до многоэтажки номер 285 по проспекту Назарбаева. Для местных жителей это стало полным шоком. Особенно для Аксакалов. Любови Ивановой 83 года. Гипертоник из дома может не выходить месяцами. Лежит в кровати. Молодых рядом нет. Вот открываю козлочку вот так вот и выкидываю. Выкидываю. Не знаю, куда там полетело. На голову или на газон. Но больше у меня выхода нет. Не оставили они мне другого выхода. Мусорные пакеты летать из окон начали ровно в тот момент, когда в доме заварили мусоропровод. Пенсионеры уверяют их мнение. В КСК не спрашивали. Я подписала, что я не согласна и поставила свою роспись. Заварили 29 октября. Была с КСК бухгалтерша и список у нее был. Она поднялась ко мне, позвонила. Я сказала, что я не согласна. Я гипертоник. Мне 83 года. Мне очень накладно одеться, обуться. Час зима подходит. Никто ничего не спрашивал. Я ничего не подписывала. А когда уже я спустилась в магазин, Тед Люба говорит, Галя, вот приходили. Я говорю, как, приходили, а ко мне не зашли. И когда я спустилась вниз, он уже тут работал вовсю. Я говорю, а кто вам разрешил? Вы что, согласие получили? Да, да, да. И все, он уже вовсю работал тут. Теперь территория, ранее служившая для мусоропровода, стала кладовкой. Инициативная группа направилась выяснять, есть ли у соседей, закрывших проход, разрешительные документы. Но их дома не оказалось. А вот, что нам сообщили в отделе жилищной инспекции. Согласно статье 40 закона Республики Казахстан о жилищных отношениях, при перепланировке, переоборудовании, квартир, нежилых помещений, обязательно требуется письменное согласие не менее 2-3 от общего числа собственников. По проекту, как повозят в дом, бусоропроводом, его никто не должен закрывать. Да, никто. Что это за бардак? Этот мужчина говорит, что тоже ничего не подписывал. В жилищной инспекции обещают проверить правдивость списка, который находится в КСК. И сообщают, что с мнением пожилых людей надо считаться. А пока в доме расклеены вот такие объявления. Есть риск попасть под мусорную бомбардировку. Артем Буланов, Серико Нагбаев, телекомпания «Ирбес». Книгу в жанре кроссворда издал почетный житель Байнаульского района Болтабай Сыздыков. Мужчина долгое время посвятил изучению творчества известных композиторов и кюйши. Сегодня его труд оценила творческая интеллигенция и молодежь. Находчивый Болтабай Сыздыков написал не просто книгу, он захотел, чтобы каждый из читателей применил свой интеллект и разгадал запутанный кроссворд. В таком жанре труды встретишь очень редко, и житель Байнаула решил всех удивить. Получилось блестяще. Для меня было очень важно завершить эту работу. Ей я определенно горжусь, ведь здесь собрана уникальная информация о таких великих творцах, как Даулет Кирей, Дина Нурпиисова и многих других. Теперь задача педагогов – донести мысли до светлых голов их учеников. Автор также известен как успешный композитор, сочинил несколько кюйф и песен. Произведения Пэйта были опубликованы в районных областных республиканских изданиях. А в 2013 году вышел сборник стихов «Гумыр Дарья». Он стал одним из самых популярных среди читателей. Артем Буланов, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Военист-виртуоз из Павлодара удивил Казахстан. Мадий Ботагузов стал обладателем гран-при республиканского конкурса профессионального мастерства. Мужчина признается, за наградами не гонится. Его главная миссия – воспитать достойную молодежь музыкантов экстра-класса. С талантливым человеком познакомился наш корреспондент. Чарли шығармасы, осы баянға түсірген Владимир Демчик. Баян буквально живет и дышит в руках Мадий Ботагузова. А воздух, виберирующий в инструменте, выдает завораживающую мелодию. Педагог стал обладателем гран-при республиканского конкурса профессионального мастерства в Таразе. Причем обошел более 40 конкурентов. Его талант поразил профессиональное жюри. Они были в восторге от тонкого слуха и умения импровизировать. Я исполнил четыре произведения. Это прелюдия фуга Ягана Себастьяна Баха из первого тома Хатыкаля бемоль-мажор. Также я играл поэмо-импровизация на тему песни Абая Владимира Демченко, Кюй Остазга и импровизацию на тему песни Раймонда Баульза Чарли. Секрет побед прост. Каждый свой день с раннего утра и до позднего вечера баянист проводит с учениками. А его инструмент никогда не замолкает. Мадзи Ботагузов делится опытом, ведь он многократный победитель конкурсов по всему миру. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». В хоккейном РТШ смена игроков. Расположение команды покинул Илья Пульников. Защитник получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. Лен, я так понимаю, что замену игроку уже нашли. Кто? Контракт с клубом подписал Кирилл Гуркин, ранее выступающий за дружину Алматы. Ну а тему хоккея моя коллега Елена Белоградова еще продолжит. Будут и другие спортивные новости. Я же с вами прощаюсь. Желаю удачи и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ЭВИМ Одежда ведущей предоставлена салоном «Женской одежды. Костюмный мир». Павлодаре сыгран один из центральных матчей тура в молодежной лиге. Клуб Мунаиши принимал полуфиналиста прошлого сезона «Ястребов» из Уральска. Интерес к поединку подогревал еще один нюанс. В команде сейчас работает тренерский тандем из нашего города. Олег Санаров и Ринато Марбеков на тренерском мостике «Ястребов» смотрятся отлично. Команда прогрессирует. Об этом говорит и результат клуба. В дебютном для себя сезоне сразу дошли до полуфинала и были остановлены лишь торпеда. Сейчас задачи не меньше. У Мунаиши, если говорить правду, не было шансов. Попали под шквал атак соперника. Счет 0-9. Здесь команда немного послабее. Нас знали это. Дали всем поиграть. В принципе, настроились ребята. Выполнили установку. Потратили, как можно сказать, даже меньше сил. Потому что у нас следующие игры. Борис. Нам нужно готовиться. Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками. Какие бы ни были проблемы в клубе, какие бы ни были у нас там свои какие-то неполадки. Мы не имеем права дома тем более так играть. Несмотря на состав, несмотря на травмы. К сожалению, пока вот так. Сейчас готовимся к выезду. Как читав Астана. Поэтому надеюсь, там будет лучше, чем было дома. И интересно, что в составе «Ястребов» есть воспитанники и Павлодарского. А также Омского хоккея. Ребята нацелены на призовые места. Их следующие матчи пройдут в столице против Бориса. Павлодарцы же отправятся на выезд. Павлодарские гонболисты продолжают борьбу за золотые медали чемпионата Казахстана среди команд Первой лиги. Игры проходят в Кустана. И победила наша сборная принципиальных соперников – карагандинцев. А в Думе шахмат продолжается первенство республики среди интеллектуалов до 20 лет. Позади половина турнирной дистанции. Участники сыграли по пять партий и продолжают борьбу за пальму первенства. Еще один дополнительный стимул одержать победу – путевка на взрослый чемпионат Казахстана. Право выступить достанется сильнейшему шахматисту. Поэтому баталии за черно-белой доской разворачиваются нешуточные. В верхней части таблицы в основном интеллектуалы постарше. Однако даже рейтинг фавориты допускают ошибки. В дерби павлодарских интеллектуалов лидер Тамерлан Бектуров заключил мировую с Аделем Ткачевым. Посмотрим, станет ли Бектуров фаворитом и поедет на чемпионат Казахстана среди взрослых. Как первое место или нет. Он сейчас какие-то ничьи начал лепить, которые ему и вообще не подходят. Это немного опасно. Посмотрим. Сыграв ничью, Тамерлан теперь делит первую и вторую позицию с Аятом Жерлгасовым из Актьюбе. В группе девушек с таким же показателем лидирует Асель Серегба и Ксения Балабаева. Последняя, к слову, выиграла партию у нашей Нурсулуа Розальны и отодвинула вице-чемпионку Азии на пятое место. Павлодарка с активом 3 балла сейчас замыкает пятерку сильнейших. 30 школьных команд включились в борьбу за медали городской лиги по Ассыкату и Тохискумалак. Столь масштабного турнира не припомнят даже Аксакалы, а каждая сборная тем временем мечтает только о победе. Ассыка – одна из самых распространенных игр в странах Средней Азии. Выставленные косточки в ряд игрок должен выбить из круга. Ученые говорят, пару часов, проведенных за очередной партией, улучшают глазомер и ловкость ребенка, а еще успокаивают. Многие школьники впервые попробовали себя в этом увлекательном спорте. В данный момент есть тенденция в том, что национальные игры только вводятся в программу общеризовательных школ. Данные ребята не знают, что это такое, даже не знают, как держать Ассык. Мы, судейские коллеги, очень внимательно за ними наблюдаем и помогаем в их начинаниях. Играли также и в Тугас-Кумалак. По итогам группового раунда, вместо финальном этапе уже завоевали две школы. Это ученики 12-й и 18-й. В ближайшее время определятся и другие сильнейшие команды. И в завершении о футболе в новом рейтинге FIFA сборная Казахстана немного улучшила свои позиции. Со 125-й строчки команда поднялась на 119-ю. И таким был спортивный четверг. Если вы что-то пропустили, все наши новости и программы смотрите и читайте на сайте irbestv.kz и страницах в социальных сетях. До свидания.